Херсонскую общественность взволновало большое выставление одновременно коммунальной собственности на продажу, на приватизацию. И вот 26 февраля 2020 года стал доступен список, пока только в фотокопиях, что депутаты проголосовали, что пойдет на продажу. Там люди волнуются, что пойдут здания, имеющие историческую ценность. Вот такое они решение депутаты приняли. Потому что бизнес, вы же сами знаете, не всегда можно в интернете вести. Надо иногда какой-то офис иметь или магазинчик, который торгует физически. Было такое предложение, и вот приложение к решению сессии. Посмотрите, может что-то вас заинтересует. В вашем районе будет. Тут и на острове есть 200 лет Херсона, генерала Алмазова, Гахарина 3, 295-й стрелковой дивизии. Это центр. Переулок Казацкий, улица Котляревского, Кулеша, Крымская, 149, Вавренева, Вавренева. И видите, все нежитловые примещения, то есть для бизнеса. Льва Толстого. Смотрите, может кому-то что-то подойдет. Так у нас в свое время все овощные магазины приватизировали, что были сеть много таких помещений. И тогда это все недорого стоило. Где-то в 2002 году, 2004, это все было. Люди покупляли, пооткрывали бизнесы. Денег у населения достаточно. Чиновники тоже сейчас не бедные. Вот стоп-кадр, чтоб сделали. Так что 87 объектов. Но они хотят еще добавить туда. И продают они недорого. Около 44 долларов стоит квадратный метр. Это пишут журналисты, что в 10 раз дешевле самой скромной недвижимости где-то на окрестностях Херсона. Депутаты утверждают, что проект попал им в руки непосредственно в зале заседаний за считанные минуты дослушания соответствующего вопроса в повестке дня. Ну это Алиса Вербицкая тут. Это давно, она там уже в госполкоме работает. Проголосовала 30 депутатов при необходимых 28. Ну будем надеяться, что по-честному продадут все. И бюджет хоть пополнится нашего города. Вот часть помещений, которые выставлены на продажу. Но не так сейчас может не сильно презентабельно. А когда евро оснасткой их сверху обделать, то все будет смотреться сразу по-другому. Красиво. Столько красок красивых. Разные эти штукатурные смеси. Что раз-раз намазал, оно держится. И никуда не денется. Ну вот все такие здания. Постройки. Тех годов. Это на улицу Берекопскую похоже. Так что вот так вот. Спешите. Узнавайте. Ходите. Заходите на сайт ихний. У меня на YouTube канале есть еще видео. Там есть ссылки на журналистские расследования. Там вообще 7000 объектов. Посмотрите. В поиске по YouTube каналу моему.